Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит и показывает его потом. И сегодня я хочу рассказать о двух новых книгах в одной замечательной серии. Эта серия про слона, никогда не угадайте какого, в клеточку. Вы, конечно, догадались по книгам за моей спиной, что это Элмер. Новые книги от Дэвида Макки, английского художника и писателя, которые переведены на многие языки, на 40 языков, их читают миллионы людей. Это книги про клетчатого слона. Итак, Элмер. Кто он такой, почему он в клеточку? Элмер это настоящий африканский слон. Но в этих двух книгах он у нас с вами в более привычном для нас климате. Он у нас в снегу, в заснеженной стране, где справляют Новый год, Рождество, все остальные новогодние праздники, где живет настоящий Дед Мороз. Вот вы видите его на обложке, который, разумеется, тоже слон, вот, с бородой и в шапочке, где есть сугробы, где можно скатать снеговика, поиграть в снежки и слоны, с удовольствием этим занимаются. Книги про Элмера, это, конечно, книги, они не просто так развлекают ребенка. Это те книги, которые для ребенка старше трех лет объясняют, как важно быть одновременно самим собой и понимать, чем люди похожи друг на друга. Как важно осознать, что каждый из нас совершенно особенный, не похожий на других. Вроде клетчатого слона, которых вообще-то не бывает, да, то есть, вот такой слон, он уникален. При этом история взаимоотношений Элмера и его сородичей, которые, естественно, обычные африканские слоны серого цвета, вот, они довольно-таки драматичны. Здесь есть чему поучиться ребенку, здесь есть некий такой психологический совершенно алгоритм, как объяснить малышу, что люди разные, не бывает двух одинаковых людей. И если кто-то совсем уж особенный, то это не повод испугаться и спрятаться или расстроиться, да, а это повод понять, что же хорошего в таком положении дел. А в таком положении дел очень много хорошего, поскольку Элмер, он не просто клетчатый слон, да, вот такой яркий, видите, прямо выделяется на страничке, он еще и потрясающий золодила в своей компании, он еще и потрясающий выдумщик среди своих сородичей. Элмер душа общества, он все время придумывает новые игры, новые развлечения, и, в общем-то, это его веселая такая яркая клетчатость, да, а вот они как раз снеговика лепят, ну, естественно, в форме слона, как вы уже догадались. И это его яркая клетчатость, это не просто внешний вид, какой-то такой окрас, да, это и душевное состояние, потому что как важно быть веселым, как важно быть добрым, как важно находить понимание, несмотря на то, что ты такой особенный, рассказывают все десять книг из серии про Элмера, и вот эти новогодние книги в том числе. В книгах множество сюрпризов. Я уже назвал некоторые, которые скрыть невозможно, допустим, слона Деда Мороза, да, вот такого вот замечательного, у него еще такое выражение лица, не знаю, видно или нет, но это потрясающе. Он слегка удивлен вообще. Значит, вот они подружились, значит, с Элмером. Вот, они несут новогоднюю елку. В Африке, да, елку, вы правильно поняли. В общем, короче говоря, здесь очень много смешного, причем елку они довольно интересно несут. Как вы видите, на этой картинке у елки такая разветвленная корневая система. То есть, слоны захотели елку, срубить ее им нечем, но они, в общем, взяли и выпавали елку, как полют травку. Это же слоны, в конце концов, вот. Здесь много разных забавных вещей, которые будет интересно разглядывать и взрослому, когда он будет рассказывать сказку ребенку, читать эту книжку ребенку и ребенку, да, вот, например, да, несмотря на то, что Дед Томороз, он, конечно, слон, слон-то он слон, навезут его олени, самые натуральные. В общем, что еще надо сказать про эти две книжки. Зимние, чудесные, совершенно предновогодние такие подарки, это то, что к ним прилагается. А к ним прилагаются, во-первых, вот такой буклетик, предназначенный для родителей. Здесь есть информация о мастер-классах по этим книгам, которые проводит издательство Самокат, и некоторые рекомендации. Простые, но, вы знаете, очень полезные, потому что, когда тебе это расписывают, вот так кратенько, да, на нескольких страничках, что именно можно сделать с книжкой и в книжке. Какие, например, можно игровые задания по ней придумать, да, что посчитать, на что обратить внимание. Ну, простейшие-то вещи ты понимаешь сам, да, первое, что приходит в голову, это книжка, это готовое пособие по изучению цветов с маленьким ребенком, да, какие бывают цвета, кто какого цвета, посчитай, сколько животных на картинке и так далее. А что-то придется и почитать в буклете, потому что там довольно интересные задания придуманы, вот, которые, как бы так сказать, с первого раза в голову могут и не прийти. Допустим, изобразите походку слона. Я уверен, что веселая игра, которая получится из этого, понравится не только мамам, папам, да, детям, но и соседям снизу. Вот эта вот бесплатная раскраска, это не совсем раскраска, это настоящий альбом для творчества. Здесь есть странички, предназначенные для раскрашивания, вот, например, вот этого слона можно заполнить своими цветами и узорами, да, и вот этих вот слонов можно заполнить. Не забываем, что клетчатых слонов может быть много, я бы даже сказал, у каждого в душе свой клетчатый слон. Соответственно, здесь есть и письмо Деду Морозу, и, ну, в общем, множество интереснейших заданий, и прилагаются листки с наклейками, которые можно разместить в этом альбоме для творчества на соответствующих местах. У меня дочка, вот, нам два года, и она обожает наклейки, то есть она уже этим загорелась, и с удовольствием их наклеивает, и сама уже пальчиком находит все, даже самые заковыристые, решает головоломки, куда что наклеить. Вот. Почему я сказал, что это бесплатный альбом для творчества? Он вложен в книгу Элвера Дед Мороз, да, но если вы уже выбрали новогодний подарок, или рождественский подарок, и сейчас не успеете или не сможете купить Элвера Деда Мороза, да, то вы можете в издательстве получить этот альбом бесплатно. Вот. Занимайтесь по этим книгам. Я уверен, что они понравятся. У нас это одна из любимых книг в семье. Ну, я не могу сказать, какая именно, потому что все-таки их много. Начали там мы с Элми Росвана в клеточку, с первой книги в этой серии, но теперь я думаю, что у нас хитами, поскольку дочка уже познакомилась с понятием елка, понаряжала ее, мы разбили первую новогоднюю игрушку под елкой, и, соответственно, эти две книги, я думаю, что займут место в топе, так сказать, нашим личным, потому что они праздничные, они очень веселые. Спасибо, наслаждайтесь. Дэвид Маки, серия книг про Элмира Клещетого Слона, издательство Самокат. Дэвид Маки, серия книг про Элмира Клещетого Слона, издательство Самокат. Спасибо.